Ричи, Гай Гай Ричи родился в Хатфилде, графства Хартфордшир. Он, второй из двоих детей Эмбер, урожденный Паркинсон, и капитана Джона Вивиана Ричи, род, в 1928 году, бывшего морского пехотинца, ставшего затем исполнительным директором рекламной кампании. Оба родителя Ричи вступили в повторный брак. Его отец связал жизнь с Ширин Ричи, баронессой Ричи из Брамптона, бывшей моделью, а после – политиком-консерватором. Мать Ричи в 1973-1980 годы была замужем за сэром Майклом Лейтоном, одиннадцатым баронетом из Лотон-Парка. Большую часть своей юности Гай Ричи провел в поместье 17 века, принадлежащем Лейтону. Помимо сестры, у Ричи есть единоутробный брат, Кевин Бинтон, которого его мама родила в подростковые годы, но отдала на усыновление другой семье. Известно, что родословная Ричи тянется от английского короля Эдуарда I. Дедушкой Гая Ричи по отцу был майор Стюарт Ричи. Он умер во Франции в 1940 году во время Второй мировой войны. Бабушкой – Дорис Маргаретта Маклафлин, род, в 1896 году, дочь Вивиана Гай Маклафлина, род, в 1865, и Эдит Мартина, род, в 1866, благодаря которой у семьи Ричи есть общие предки с Кэтрин, герцогиней Кембриджской. У Ричи дислексия. Он учился в школах Уиндлшем Хаус Скул и Станбрид Шерлес Скул. Из последней был отчислен в возрасте 15 лет. Атестат зрелости он получил позже – экстерном. Карьера Одно время Ричи работал курьером, но затем стал быстро прогрессировать в режиссуре рекламного видео. По его словам, он захотел стать режиссером еще в школе, где посещал режиссерский курс. В поисках денег на дебютный фильм, Ричи обратился к Питеру Мортону, сооснователю сети Хардрок Кафе. Тот, в свою очередь, рассказал об идее Ричи своему племяннику Мэтью Вону, который в это время как раз изучал в Лос-Анджелесе кинопроизводство. Он-то и согласился продюсировать проект. В 1995 году Ричи снимает свой первый фильм, 20-минутную короткометражку «Трудное дело», и в 1998-м показывает его трудист Стайнер, жене Стинга. Впечатлившись работой молодого режиссера, она принимает решение стать спонсором фильма Ричи, правда, с одним условием, за Стингом закрепится небольшая роль. Съемки продолжались 8 месяцев, и в том же 1998 году полнометражный дебют Гая Ричи, «Карты, деньги, два ствола», выходит в прокат в Великобритании и становится международным хитом. Действие стильной криминальной комедии происходит в лондонском Эстенде, а сюжет напоминает фильмы Квентина Тарантино. В это время Ричи представляют Мадонне, на которой он позже женится, саундтрек к фильму выпустил ее лейбл Maviric Records. Второй полнометражный фильм Ричи, «Большой куш», был выпущен в 2000 году. В фильме снялись такие актеры, как Джейсон Стейтем, Стивен Грэм, Алан Форд, Брэд Питт, Бенисио Дель Торо и Винни Джонс. Фильм изображал события с точки зрения разных персонажей. После «Женитьбы» Ричи снимает для Мадонны несколько видео, а также полнометражный фильм, «Унесенные» с ней в главной роли. В 2002 году Ричи занимается телешоу под названием «Суэк», а в 2005 выпускает «Револьвер» с Джейсоном Стейтемом. В 2008 году Ричи выступает режиссером и сценаристом криминальной комедии «Рок-эн-ролльщик», главной роли в котором исполнили Тоби Кипбелл, Том Уилкинсон и Джерард Баттлер, а также снимает рекламный ролик для Nike. В 2009 году в прокат выходит детективный боевый Ричи «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим в роли Холмса и Джудом Лоу в роли доктора Ватсона. Помимо положительных отзывов, фильм собрал более 520 миллионов долларов по всему миру. Еще большую кассу «Более 545 миллионов долларов» заработал сиквел «Шерлок Холмс. Игра теней», выпущенный в 2011 году. В июне 2012 было объявлено, что Ричи станет режиссером адаптации романа Роберта Стивинсона «Остров сокровищ». 20 октября того же года Ричи спродюсировал трейлер игры «Колоэв дати» «Блэк Опэс 2». В 2015 году, после долгого перерыва, Гай Ричи представил публике остросюжетную комедию «Агенты АНКЛ», о вынужденном сотрудничестве агента ЦРУ Наполеона Соло, Генри Кавилл, и КГБшника Ильи Курикина, «Арми Хаммер», а в 2017 вышел «Меч короля Артура», снятый Ричи по мотивам легенда короля Артурия. В том же году кинофестиваль «The Randonness Film» фестивал удостоил Гай Ричи авторской премией, назвав его «выдающейся личностью», вдохнувшей «новую жизнь в британскую киноиндустрию» своими «культовыми криминальными комедиями». В 2019 году в прокат вышел «Аладдин», Гай Ричи. В главных ролях в киноадаптации одноименного мультфильма 1992 года снялись Мена Массуд, Наоми Скотт и Уилл Смит. На данный момент «Аладдин» — самый успешный, в финансовом плане, проект режиссера. 13 февраля 2020 года в российский прокат вышла криминальная комедия Ричи «Джентльмены». В фильме снялись Чарли Ханнем, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэтью Макконахи. В апреле 2021 года прошла премьера следующей картины «Боевика. Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. О начале 2022 года состоится премьера шпионского триллера «Операция. Фортуна. Искусство побеждать». В октябре 2021 года стало известно о начале работы над боевиком «Переводчик». Личная жизнь Был женат на американской певице Мадонне. После семи лет супружеской жизни Мадонна и Гай Ричи решили расстаться. Это произошло 15 октября 2008 года. Официально разведены 21 ноября 2008 года. От брака с Мадонной у режиссера есть сын Рока, родившийся 11 августа 2000 года. Чем больше времени я провожу срока, тем больше мне хочется создать фильм для детей. Незадолго до развода Гай и Мадонна усыновили годовалого ребенка из Малави Дэвида Банду. С 30 июля 2015 года Гай Ричи женат на модели Джеки Эйнсли, с которой он встречался пять лет до их свадьбы. У супругов есть трое детей, сын Рафаэль Ричи, род 5 сентября 2011 года, дочь Рифка Ричи, род 29 ноября 2012 года, и сын Леви Ричи, род 8 июня 2014 года. Спорт. Гай Ричи имеет черные пояса по карате и дзюдо. Является болельщиком футбольного клуба «Челси». 12 августа 2015 года он получил свой заветный черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от самого Хенза Грейси. Фильмография